Расширить возможности стационарного отделения для пожилых и инвалидов помогла государственная целевая программа социальной поддержки граждан в Архангельской области. На проведение капитального ремонта и приобретение оборудования, мебели и средств реабилитации за 2013-2014 годы из областного бюджета было выделено 12,5 миллионов рублей. Проведен капитальный ремонт правой части и центральной части здания. Заменены окна, сделана перепланировка комнат, замена системы отопления, установлена современная система оповещения при пожаре, выведена на пульт диспетчера дежурного, приобретена современная медицинская мебель, оборудование. Ремонтные работы в левой и центральной частях здания уже завершены. Сейчас весь медицинский и обслуживающий персонал занят генеральной уборкой. Остается расставить мебель и подключить оборудование. В этом году также планируется отремонтировать левую часть здания, где будет располагаться столовая для наших проживающих, актовый зал. Также здесь будет расположен массажный кабинет, кабинет для физиопроцедур, зал ЛФК, тренажерный зал. Пока в отделении проживает 18 человек, это жители Коряжмы и округи. Юлия Васильевна Рудакова собирается здесь только перезимовать. Одной в частном доме тяжеловато, а через месяц другой планируют вернуться домой в Никольск. А сейчас только зимой-то все равно в избе-то холодно, так вот сюда определились. Слава Богу, что нас принимают, живем в добре, в тепле. Все пустели, все нормально. Ну что еще нам надо? В отделении пожилые люди и инвалиды нашли тепло, уют и душевный покой. По индивидуальной программе они могут находиться здесь до трех лет. Уже на следующей неделе планируется торжественное открытие отделения после ремонтных работ. Проживающие отныне будут размещаться на двух этажах здания. Число их заметно увеличится. Средства областного бюджета позволят в Коряжме дополнительно открыть 30 койко-мест для временного проживания пожилых граждан и инвалидов.